Стены и фундамент – все, что удалось построить семье Кадир Алиевых. О своем законном жилье Алиме мечтала больше 20 лет. Получить документы на занятый участок так и не получилось. В таком же положении оказались десятки семей. Ждали, чтобы узаконили, а потом продолжать строить. Были надежды как-то построить жизнь. Решили взять деньги и дальше уже как-то строить жизнь свою. Таких коробок на земле Крымской Розы десятки. Территория официально принадлежала сельхозпредприятию. Поэтому строить капитальные дома на участках не спешили. Решить земельный вопрос удалось только сейчас. Новый владелец территории – строительная компания. По закону жители обязаны освободить захваченную землю. Однако инвестор и крымские власти встали на сторону людей. Даже за недостроенные времянки семьям выплачивают компенсации. Суммарно, с учетом домов с разной степенью готовности, их будет более 50. Мы уже знаем практически всех людей. В основном уже, знаете, правда, на нашей стороне и доверие людей уже к нам обращено. На сегодня снесли 16 незаконных самостроев. Владельцам выплатили около 30 миллионов рублей. Уже в следующем году здесь начнут строить крупнейший на полуострове жилой комплекс. Добровольный демонтаж незаконных построек на самозахвате Стрелковой продолжается. В каждом случае власти Крыма обещают найти индивидуальный подход. Уже в ближайшие 10 лет вот на этой территории появится современный жилой комплекс. Лили Виджат, Иван Евдокимов, телеканал Миллет.